Всем привет! Я Марина, и я преподаю английский язык. А в этом видео я отвечу на несколько популярных вопросов, которые, как мне кажется, возникают у довольно многих зрителей моего канала. Поехали! Андрей Феткин спрашивает, а если не знаешь, как перевести слово с родного на английский, когда пробуешь говорить на английском, как в этом случае поступать? Это, судя по всему, комментарий, связанный с тем, что я активно топлю за изучение английского языка через английский язык, то есть не используя постоянно перевод на русский. Первый логичный ответ – это попытаться объяснить это слово на английском другими словами. Например, можно сказать «президентский срок», что является термином, который нужно знать, если вы хотите говорить на английском, а можно сказать «время, которое президент является президентом». Всегда стоит пытаться выразить мысль, которая у вас есть, на английском через английский. Не совсем даже важно, происходит ли это в реальной жизни или на занятии с вашим русскоговорящим преподавателем, или уж тем более на занятии или на спикинг-клубе с носителем. Однако, если вы занимаетесь, например, с преподавателем, и вы застряли на каком-то одном слове, и оно мешает вам продолжить, и вы совсем не знаете, как его объяснить, а ваш преподаватель понимает русский язык, пожалуй, это тот случай, когда можно сказать слово на русском, преподаватель быстро вам подскажет, и вы пойдете дальше продолжать свою мысль. Такой вариант тоже приемлем, и здесь это тот случай, когда русский язык вполне может использоваться вот в таком виде, чтобы продолжить свою мысль. Лиза Фитт спрашивает, У меня вопрос, я хочу заниматься конкретной грамматикой по Мёрфи параллельно смотря канал OK English. Канал, где рассказывает, собственно, грамматика по Мёрфи, я думаю, вы его знаете. То есть, учебник будет как конспект, и делать там упражнения после просмотренного урока. Это будет эффективно? Там дальше еще часть комментариев, можете дочитать. Да, Лиза, если вы хотите заниматься грамматикой таким образом, пожалуй, это будет эффективно. Однако, есть вопрос, зачем вам заниматься только грамматикой? Я не вижу в этом большого смысла, потому как занятия просто грамматикой не помогут особо ни заговорить, ни научиться понимать тексты, ни научиться понимать на слух, ни даже писать. Соответственно, мне не совсем понятна такая цель. Однако, если она зачем-то у вас есть, и вы действительно хорошо подумали, да, так можно делать. Если же ваша цель все-таки другая, и вам нужно научиться и хотя бы понимать на слух или читать, или тем уж тем более, если вам нужно научиться говорить и писать, заниматься нужно комплексно. И выбирать для таких занятий лучше не справочник, грамматический или лексический, как, например, vocabulary and use, а уже непосредственно учебно-методический комплекс, УМК, то есть учебник. Вот это мы называем учебником. Например, English File. Я постоянно его рекомендую, потому что нет, пожалуй, более структурированного и более простого для начала учебника, который бы был довольно эффективным. Пусть вас не пугает то, что там все на английском, в том числе задание. Да, это так нужно. Вы можете их переводить, особенно если вы на самом раннем уровне. Это нормально, попереводить задание. Главное, постарайтесь частично запомнить даже, что учебник от вас хочет. Вскоре, сделав один-два юнита, вы на самом деле адаптируетесь, и вам будет довольно легко. При этом ваш план занятий уже будет довольно отточенный и хороший. Если же почему-то вы решили прокачивать именно отдельно только грамматику, не знаю для чего, но вы точно поняли, что вам это надо, тогда такой формат, пожалуй, вам подойдет. Однако, еще раз подумайте, точно ли вы хотите именно этого, потому что это точно не поможет вам начать говорить и даже понимать. Чинара или Шинара Джанабулова, надеюсь, правильно произнесла, спрашивает. А у меня другая проблема и запрос на видео от Марины. Как добиться accuracy, то есть точности, чтобы вы правильно говорили, корректно, грамматически верно, если не заниматься грамматикой? Или как же добиться accuracy, вот этой самой точности речи, без ущерба для fluency, то есть для беглости речи? И это отличный вопрос, давайте попробуем разобраться. Безусловно, говорить грамматически верно, не занимаясь грамматикой, у вас не получится. Но изначально предложения не заниматься грамматикой, в общем-то, и не было. Потому что, безусловно, для того, чтобы научиться хорошо, на высоком уровне, разговаривать на иностранном языке, заниматься нужно комплексно, про что мы уже, по-моему, миллиард раз говорили. Вот. Комплексно подразумевает и грамматикой тоже. Но другое дело, что к грамматике бывают разные подходы. Например, грамматикой можно заниматься лексически. Про это, я думаю, мы начнем говорить в начале следующего года, потому что прямо сейчас я прохожу массивное обучение по лексическому подходу, и потом мне нужно будет немножко времени порефлексировать и поприменять штуки у себя на занятиях, и затем я смогу это выдать уже вам. Но, например, те же самые неправильные глаголы изучать можно не вариантом do, did, done. Классический способ, где три формы. А можно найти какие-то частотные фразы. Например, let's do it. Это первая форма. Do. Дальше, прошедшая. Did. Например, вы можете взять такую фразу. I did it yesterday. Почему бы нет? Потом вы можете начать с ней потихонечку играться. Да, вам придется привязать эту фразу к какому-то, возможно, идее, мысли, довольно часто ее повторять. Ну, повторять, я подразумеваю, внизу брешку, когда вы просто проговариваете I did it yesterday, I did it yesterday. Это, пожалуй, скучновато. Здорово, если вам эта фраза, а скорее всего, она действительно пригодится вам несколько раз. Таким образом, вы легче запомните этот самый глагол в прошедшем времени. Did. Что делать с глаголом done? То же самое. Можно, например, сказать. Можно, например, найти частотную фразу. I've already done it. Я уже это сделал. I've already done it. И вот вы взяли третью форму. Таким образом, вы научитесь говорить грамотно, то есть у вас будет довольно точная accuracy за счет вот этих частотных, частотных чанков. Масленого масла и частотных чанков. За счет этих самых чанков, которые вы изначально использовали. А потом вы уже можете начать потихонечку с ними экспериментировать, крутить их, смотреть на них под разными углами, когда, особенно, когда вам позволит уровень. Если вы хотя бы на уровне А2, этим уже можно потихонечку начинать заниматься. Более того, есть интересная гипотеза. Довольно часто, когда мы уже находимся на высоких уровнях, B2, C1, кажется, что когда наша речь не совсем точная, то есть ей не хватает той самой accuracy, кажется, что нам нужно подучить еще грамматику. Так вот, забавная деталь в том, что часто нам как раз-таки надо подучить лексику. Потому что, возможно, мы будем усложнять вещи, хотя на самом деле они бы звучали короче и проще. Поэтому на высоких уровнях довольно часто нам нужно учить не более сложную грамматику, а более сложную, более емкую, более подходящую к данной ситуации лексику. Это идея, которую совершенно замечательно транслирует Дарья Масловская на своем курсе «Лексический подход». Если что, это не реклама, хотя я с радостью готова рекламировать Дарью. И это как раз тот курс, который я сейчас прохожу. Поэтому преподаватели, если вы хотите для себя что-то интересное найти, вот можете подсмотреть Дарью. Если у вас люди с уровнем А1 никогда не говорили в пассиве правильно, вы никогда не использовали лексический подход. Для меня это было открытием, что уже на уровне А1 человек может правильно говорить что-то в пассиве. Под видео, под одним из видео, где мы разбирали, как правильно работает с учебником и в целом с текстами, Сергей Бородин пишет следующее. «Так вот почему меня так гридинг бесит. Два с половиной года при первом чтении разбираю текст по косточкам, а потом читаю несколько раз бегло, с полным пониманием. Косяк в том, что все переведенные слова забываются потом». Да, действительно, когда мы занимаемся по учебникам, да и в общем даже, когда мы читаем статьи в интернете, нету задачи понимать каждое слово. Честно говоря, задачи понимать каждое слово нет практически никогда. Потому что очень часто мы догадываемся из контекста о значении фраз и даже предложений, и даже идей целых вот кусков речи. Чисто из контекста мы примерно понимаем, что нам хотят сказать. И довольно часто этого достаточно. Поэтому, скажем так, докапываться до значения каждого отдельного слова, уж тем более, если вы занимаетесь по учебнику, то есть по УМК, совершенно не обязательно. Более того, если вы занимаетесь по учебнику, по хорошему учебнику, типа, опять-таки, New English File, или Outcomes, про который мой сердечно любимый, я просто реже стала его упоминать, потому что он все-таки требует некоторых познаний в методике и умения работать с ним. Поэтому пока я говорю про него реже. Тот же самый Speakout и еще много других западных учебников от хороших западных издательств. Практически во всех из них там перед, собственно, заданием написано, что учебник от вас хочет, чтобы вы сделали. Да, написано на английском, но если вы только начали, ну, не поленитесь перевести и просто сделать то, что учебник от вас хочет. Если написано прочитайте быстро, прочитайте быстро. Не надо разбирать каждое слово и переводить его. Прочитайте быстро. Если потом написано прочитайте еще раз и найдите ответы на какие-то вопросы, вот тогда уже можно прочитать. Но, опять-таки, разбирать каждое слово смысла не имеет. Такой задачи не ставит ни учебник, ни преподаватель, например, на уроках в виде понимания каждого слова. И я уже объяснила, почему. Это нам практически никогда не нужно. И еще одна проблема, да, это то, что учебник не строится для того, чтобы вы понимали каждое слово. Соответственно, те слова, которые вам не знакомы, вполне вероятно, вам на данном этапе либо не нужны, либо они могут быть не связаны друг с другом, например, и забывать их вы будете действительно, вот как, собственно, и говорил Сергей, совершенно незамечательно, потому что, ну, отрабатывать их вам будет очень сложно. Учебник это просто не предполагал. Поэтому нет, с вами все нормально, если эта история про вас, это дело именно про методику, про подход. Теперь вы знаете, как подходить к этому лучше. Гюдвейн под видео про как раз-таки лексический подход, мое первое видео про это, пишет Смотрел это видео несколько месяцев назад, и сегодня ютубчик что-то там показывает рекомендованное в фоне, и этот видос показал. Лень было переключать, и вот что тогда он не знал слово enormous, которое в том видео говорилось. Что сейчас не знаю. Хотя, казалось бы, вот тебе и видео два раза показали, и про контексты рассказали. Да, на толку. Я вот его пока в гугл-словаре не посмотрю, то так и не узнаю. Вот ваш хваленый контекст или слово и его значение на английском. Ну, что я могу здесь сказать? Ребят, стоит ли говорить о разнице того, что когда вы сами наткнулись на слово, сами покопались в оксфордском или любом другом словаре с английского на английский, сами, причем, сами нашли какие-то устойчивые, на ваш взгляд, или там вы даже проверили их, возможно, в юглише, или даже в корпусе, если вы отбитый, словосочетания и чанки. Сами это все записали в ваш квизлет, отсортировали это по принципу того, а говорите вообще вы так лично или нет. Спойлер. В этом уже очень много практики, когда вы просто делаете все вот это. Вы уже делаете огромную работу и очень активно сталкиваетесь с языком, потому что это довольно нелегко все это делать. Можно ли сравнить все вот это, что является довольно активной работой с лексикой, и потом уже дальнейшее, например, прогнание этих карточек, когда вы их гоняете в квизлете, с тем, что вы просто два раза слово в видео увидели? Это как раз-таки пример того случая, когда слово выучено вне отрыва от контекста, у него не было рециркуляции, то есть это слово не всплывало, например, в каждом новом тексте юнита, если вы занимаетесь по учебнику, там будет именно так. Целевая лексика, которую учебник хочет, чтобы вы выучили к концу модулю или юнита, она будет вам появляться постоянно, то в тексте, то в аудио, то в упражнении, то в грамматическом упражнении. В этом и вся прелесть учебников. Поэтому здесь Гудвин, ну, что я могу сказать? Попробуйте позаниматься с этим словом, сделать с ним, найти с ним какие-то чанки, поиспользовать его в речи, и, возможно, тогда вы его запомните. Сергей Шестаков пишет, Хм, прочел три книги на чешском по франко, я подразумеваю по все-таки франку, методу Ильи Франко, потому что это испанский диктатор, здесь ни при чем. И очень сильно продвинулся по словарному запаску. За три месяца обогнал всех в школе, был одним из самых слабых учеников в группе, мой живой пример. Очень странный у вас аргумент. Это видео, где я была скептична и частично критиковала подход к чтению метода Ильи Франко. Что я могу сказать на тему ваших живых примеров? Это здорово, что у вас что-то получилось, но помните, что есть статистика, есть, опять-таки, фокус группы и подобные вещи. Мы не можем говорить о том, что если у вас что-то получилось, то это действительно так и метод работает. Извините, но есть классическая фраза, которая в медицине, например, многим жизнь попортила. Называется «а мне помогает». То есть люди пьют аноферон, который является гомеопатией, и потом говорят «а мне помогает, у меня простуда прошла за 7 дней, обычно за неделю». Примерно то же самое. То есть очень здорово, что вам помогло, но совершенно не факт, что именно это был тот основной фактор. Возможно, вы до этого не занимались вообще, а тут начали заниматься по методу Ильи Франко. Ну, конечно, у вас будет прогресс. Но, возможно, если бы вы занимались таким образом не по методу Ильи Франко, а как-то по-другому, ваш прогресс был бы гораздо более эффективным. Опять-таки, стоит тут взвешивать, потому что, возможно, целью Сергея было именно стать одним из лучших учеников в группе. И для этого было достаточно довольно пассивно заниматься по Илье Франко. Окей, почему нет? Я рада за Сергея абсолютно без иронии, хоть несмотря на то, что не разделяю его любовь к этому методу. Но если это кому-то подошло, совершенно не значит, что это подойдет вам. Поэтому советую аккуратнее относиться к такому тезису, как «А мне помогает?» или «Мой живой пример». Совершенно не всегда это так работает. Есть люди, которые очень довольны посещением экстрасенсов и тем, что заплатили им по 50 тысяч рублей за прием. Значит ли это, что это как-то помогает? Маловероятно. Простите мне мой скептицизм. Екатерина Меньшикова под видео о том, что Мёрфи переоценен, пишет, что «Вы заблуждаетесь», адресуя мне. Мёрфи – это учебник, так как включает систему упражнений, а не только примеры с объяснениями. Если вы профессиональный преподаватель, то знаете, что в основе оговорения автоматизированный грамматический навык. И при отсутствии среды грамматическая тренировка необходима в первую очередь. Для этого и создан учебник грамматики Мёрфи. А говорить потыкаясь – это выбор вас и ваших учеников. Глубоко ваше заблуждение в том, что можно научиться общаться, много общаясь на уроках. Кому нужно неграмотное общение? Это унижает. Учите грамматику – это труд, как и изучение языка во всех аспектах. И я очень абсолютно согласна с Екатериной в последнем пункте, что изучение языка – это труд. Да. Со всем остальным, увы, нет. Мёрфи сам себя, собой учебник, называет «reference material». Мёрфи – это справочник, в котором можно подсмотреть какие-то темы и их отработать. То, что в Мёрфи есть не только теория, но еще и практика, упражнения, еще не делает его учебником в понимании УМК. То есть учебно-методическим комплексом. Почему? Потому что в Мёрфи нет упражнений на отработку лисенинга, нет упражнений на вывод лексики в актив, нет введения лексики, нет, например, вывода письма. То есть там не активизируется никаких навыков. Люди, которые соберутся мне сейчас писать, что вообще-то у Мёрфи есть приложение, и там есть лисенинг – ребята, это не лисенинг, это озвучка того, что написано. Не путайте. Лисенинг – это там, где вы слышите что-то, перевариваете эту информацию и что-то вы даете в ответ. Выбираете правильные варианты или что-то записываете. Это лисенинг. В Мёрфи просто озвучка того, что есть. Хорошо ли это? Да, безусловно, потому что вы можете послушать, как слова правильно произносятся. Является ли это таким образом учебником, то есть учебно-методическим комплексом? Нет. Можете поспорить со мной еще, давайте. Может быть, я что-то не знаю, но на данный момент, при той информации, которую я имею, Мёрфи не является учебно-методическим комплексом, то есть учебником. Возможно, я не профессиональный преподаватель, но я не считаю, что в освоении навыки говорения является, лежит как бы грамматический навык. Ну, ребят, грамматика, она помогает говорить. Но я совершенно, как, опять-таки, иллюстрировал, например, в своих видео Кирилл Бородат и лингвист, я могу прекрасно говорить вообще без грамматики. Что, собственно, Екатерина парирует тем, что неграмотная речь она унижает. Ну, знаете, грамотной речи у бигиннеров, элементари, и даже при интермидиат и интермидиат, просто не бывает, потому что мы совершаем ошибки. Кого унижает неграмотная речь, я, честно говоря, не знаю. Тех, с кем вы говорите, или вас, но я, но, на мой взгляд, это как раз-таки большое заблуждение. И если оно транслируется ученикам, то мне их немного жаль, потому что вообще совершать ошибки – это нормально. И если вы думаете, что вы грамотно говорите на русском языке, скорее всего, у меня для вас плохие новости, потому что мы говорим на русском во многом тоже на ощупь, пользуясь во многом теми самыми чанками, то есть устойчивыми выражениями. То есть некоторые вещи просто говорятся так, потому что они говорятся так. А еще в куче слов мы делаем ошибку. Можете просто пройти какой-нибудь тест на владение русским языком и узнать. Я думаю, что у большинства из нас есть огромные проблемы, в том числе с пунктуацией. Мы совершаем кучу речевых ошибок. Мы в целом говорим довольно странным образом, и все по-разному. И поэтому я не знаю, как неграмотная речь может кого-то унижать. Подумайте о том, что вы в целом говорите на другом языке. Так что это уже должно вызывать к вам, по большому счету, уважение. Я не говорю о тех ситуациях, когда вы, например, умстный переводчик у министра иностранных дел, и вы плохо разговариваете. Но я не думаю, что вы окажетесь в такой ситуации. Так просто не бывает. Поэтому если вы учите язык для себя, чтобы общаться где-то за границей, нет, ваши ошибки никого не унижают. Ни вас, ни тех, с кем вы говорите. Потому что это, собственно, та причина, по которой британцы часто говорят вам, говорят кому попало, про то, что у вас очень хороший английский. А если вы начнете отпираться, они очень часто скажут вам про то, что в любом случае ваш английский лучше, чем их русский. Потому что это действительно так. Вы большие молодцы, что вы, в принципе, учите язык. И не знаю, как какие-то ошибки в вашей речи могут кого-то унижать. Это раз. А два, я уже говорила про то, как можно добиться точной речи, то есть, собственно, той самой accuracy, изучая грамматику не через Мёрфи. В целом, в Мёрфи нет никаких проблем, и если он дает вам уверенности, вы можете им подкрепляться, но просто не ожидайте, что если вы прорешаете Мёрфи, вы начнете хорошо разговаривать, хорошо писать или что-то понимать. Увы, нет. Это так не работает. Если вы хотите, чтобы я ответила на ваши вопросы лично и точно, вы можете подписаться на меня на Patreon. Это сервис, который позволяет поддерживать меня добровольными пожертвованиями, но на регулярной основе. Помните, что большинству креаторов важно не то, сколько вы им кинете денег, а то, как регулярно. Потому что даже 1 доллар от 100 людей, это гораздо лучше, чем 100 долларов один раз, и в следующий раз ты не знаешь их, как дождать. Это такой зов креаторов. Поддерживайте ребят, которые бесплатно пилят для вас контент. Они очень стараются, правда. Поэтому, если оно вам надо, и вы хотите меня поддержать, вы знаете, как это сделать. И также я буду периодически делать такие видео, где я буду отвечать на ваши вопросы, поэтому прошу оставлять ваши вопросы, которые я буду брать для следующего видео, под этим видео. И, ребята, прежде чем писать ваш вопрос, поскрольте. Может быть, кто-то уже задал подобный. Тогда вы можете просто его лайкнуть. Я буду во многом отбирать это по количеству лайков. И также на свой внутренний камертон. Если мне кажется, что вопрос недооценен, но он действительно очень хорош, я отвечу на него тоже. Но, тем не менее, не плодите сущности, не пишите два одинаковых вопроса подряд. Лучше просто лайкните чужой. На этом все. Спасибо, что досмотрели до конца, и что смотрите в принципе. Скоро увидимся, и до встречи. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok